Здравствуйте, друзья! С вами снова Павел Баженов и снова из своей московской школы. Из своей московской школы и у нас сегодня очень чудесный день, день рождения школы в Санкт-Петербурге, два года. День, когда к нам из Англии пришли документы о том, что мы сейчас аккредитованная школа в ассоциации европейской, даже во всемирной, профессиональных учебных заведений. И, мало того, в интернете приходят письма, вопросы в Одноклассниках, ВКонтакте или по электронной почте, в комментариях к видеороликам, может быть на форуме где-то, приходят вопросы примерно такого характера. А я вместо того, чтобы писать ответ буквами, я говорю, давайте я вам отвечу в ролике, потому что зачастую нужен не один какой-нибудь короткий ответ. На мой взгляд, я коротко не умею отвечать, это я общаюсь со своими учениками, которые здесь сидят, а нужно какое-то рассуждение на тему. Потому что я думаю, дай человеку короткий ответ, он его забудет и снова не будет знать, как что делать. А дай человеку развернутое понимание, и, наверное, он запомнит и будет в соответствии с этим пониманием что-то в своей жизни делать. А уж если он развернутого понимания не поймет, так и никакой короткий ответ ему тоже не поможет. Ну вот примерно так. Вопрос, сегодня будет два ролика с ответами на вопросы. И первый вопрос такой. Павел, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, когда мы рассчитываем микс тон на нейтрализацию, то от какого цвета мы пляшем? От того, в который красим, или от того, от которого уходим? Пример. Исходный цвет 6.0, желаемый 8.0. На какой уровень глубины тона рассчитываем? Ну, видимо, корректоры или микс тонны. Весь мозг сломало. Везде информация разная встречается. Может, это зависит от фирмы-производителя? Заранее спасибо за ответ. Что я могу сказать по этому поводу? У меня всегда несколько комментариев. И один из них технический, вот я это назвал словом логика, можно написать слово технический комментарий, техническая информация такая профессиональная, а с другой стороны психология, психологический комментарий, вот вообще к этому вопросу и к самой ситуации. Технический комментарий в двух словах такой. Конечно, тема корректоров, тема микс тонов, это глубокая, большая тема, которую надо тщательно изучать. И сейчас в двух словах я ее изложить не смогу. Но примерно подход такой, профессиональный. Значит, мы должны знать, во-первых, случаи применения корректоров. Я даже первый вопрос это, случаи. Ну, например, из какого цвета, в какой мы красим, нужно там корректоры применять или не надо? Например, принимаем решение, что надо добавлять корректоры. Тогда мы должны задать второй вопрос. Какие именно корректоры нужно применять? Потому что они же разные. Есть синий корректор, есть фиолетовый, есть красный, золотистый. В каких-то красках есть зеленый корректор, есть графитовый корректор и так далее. Какие именно корректоры применять? И третий вопрос. Сколько их добавлять в красящую смесь? Ну, логичные вопросы. В случае применения корректоров, какие корректоры добавлять и сколько их добавлять? В данном случае совершенно конкретный пример. Из 6,0, я так понимаю, из натуральных волос, из 6 уровня, мы хотим сделать 8,0. И вот, случай понятен, нужны корректоры. Да, тогда вопрос какие и сколько. Ну, здесь не задается вопрос какие, но задается вопрос сколько. И вопрос такой. Вот, значит, из 6,0, мы должны 8 сделать. И на вопрос сколько, и на вопрос сколько, у нас отвечает правило 11, так называемое. Правило 11, мы его изучаем в нашей школе, и вы его должны, в принципе, знать. Правило 11, вот, на мой взгляд, по версии Павла Баженова, оно звучит так. Так, мы из числа 11 вычитаем желаемый уровень глубины тона, восьмерку, и получается 3 сантиметра на 30 миллилитров краски. Ну, например, вот у нас продукция стель, вот для стель можно рассчитать так. Задается вопрос, а правильно ли 8 вычитать? Может быть, надо вычитать тот уровень, от которого мы пляшем? Вот это такой вопрос. И дальше человек говорит, вот всю женщину, девушка, всю голову сломала, вот везде информация разная. Ну, сразу первый комментарий психологический. Информация-то на самом деле не разная, информация всего два варианта. Либо мы рассчитываем от того, который есть, либо от того, на который мы выходим. Ну, да, еще, больше нет третьего варианта. Поэтому здесь даже не в трех соснах, а в двух соснах, ну, называется, если заблудиться, то в двух соснах. А давайте рассудим логически. А вы вот как думаете, девчонки, надо вот, от того, который у нас есть, или к которому мы приходим? К которому мы приходим, вот Лиля говорит. Да, вот, ну, можешь обосновать почему? Я, например, ну, давай, сейчас, я думаю, можешь. Да, я обосновываю это так. А представьте, здесь цифра не 6, а здесь цифра, например, 2. Или цифра 3. Вот мы с тройки, например, решили до восьмерки идти. На тройке у нас фон осветления красный. И мы что, должны зеленого корректора добавлять? 8 сантиметров? Но мы же выходим-то на восьмерку. Какая разница, с какого уровня мы начали выходить? Мы выходим всегда, ну, например, на восьмерку, и, наверное, во всех случаях мы будем добавлять корректоров, рассчитанных именно на восьмерку. Другое дело окислители и так далее. Вот тут, понимаете, вот для меня это совершенно четкая логика. А если мы с единицы выходим до десятки, мы что, будем единицу корректировать, что ли? Но мы же до десятки вышли. То есть на какой уровень глубины тона мы выходим фактически, тот фон осветления мы и должны корректировать. Если у кого-то какая-то другая логика, она может быть оправдана только в том случае. А вот я пробовала, но у меня не получилось. У меня, значит, золото вышло или медь вышло. Значит, милый человек, ты не вышла на тот уровень фон осветления, на какой хотела. Значит, ты, может, неверно что-нибудь просчитал. Вот. Поэтому ответ на вопрос, на что ориентироваться, для меня однозначен. Что нужно ориентироваться на желаемый уровень глубины тона, на который мы выходим. Какая разница, повторюсь, с какого мы уровня на него вышли. Но вопрос психологии, и его тоже ни в коем случае нельзя не затронуть, если мы говорим на эту тему. Потому что, вы знаете, вот та форма вопроса, в которой человек его поставил, она примерно звучит так. Я знаю, что есть точная инструкция. Ее не может не быть. Ведь я иду работать в какую-то профессию, я должна знать точную информацию. Это, знаете, такой подход, ну, наивного, ну, знаете, вот, как говорится, у молодых всегда черное-белое. У молодых всегда категоричность. Да, нет, и так далее. Ну, я имею в виду людей молодых. В принципе, видимо, независимо от возраста, вот есть такое психологическое состояние вот такого новичка, молодяжки такой в профессии, да. И вот и ученики многие демонстрируют вот такой психологический портрет. И, видимо, начинающие мастера, они думают, что должна быть какая-то точная инструкция, которую им должны дать либо производители красок, либо технологи там кто-то, либо преподаватели школ, либо какие-то опытные мастера. И если они эту инструкцию исключительно запишут, все сделают по инструкции, но у них что-то не получилось. И они говорят, либо нас обманули, либо я голову сломала, потому что везде разные ответы. Мой взгляд вот на эту ситуацию. Если вы поговорите с опытными мастерами, если вы, то вам любой опытный мастер скажет, что берешь два совершенно одинаковых, вот, по виду внешнего волоса, Вы знаете, такой есть эффект, даже высказание, семерка, семерка и родина. То есть вы берете два волоса, например, уровня глубины, то на 7, красите их абсолютно по одинаковой инструкции, одинаковыми красками, и вдруг получается, что у них совершенно разный, ну, заметно разный результат. Почему? Вот потому что. Вот потому что мы в процессе работы узнаем, как раз на опыте, что вот один волос вот чуть-чуть сюда уходит, а другой чуть-чуть сюда, а один в медный, другой в холодный или там золотистый. Понимаете? Вот это, вот в этом настоящая суть профессионала. Что он понимает, что да, бывают ситуации, и я зачастую сначала не знаю, каким, по какому рецепту я буду работать, но опыт, но я наработаю опыт, и на второй или на третий раз я пойму. Вот это, это понятная ситуация вам. Я ее решил изобразить, ну, как бы, как это вот дать понять. Представляете себе, вот мальчикам это легко, а для девочек это, наверное, будет, ну, так вот, забавно на эти мои рисунки смотреть, но я думал, думал, как сказать. Вот представляете себе, артиллерия, пушки стреляют во время, там, войны, и пушкам надо разбомбить, например, там, какое-нибудь там укрепление вражеское. И вот, вот здесь вот существует, сейчас можно так покрупнее, вот, вот, значит, территория, вот здесь вот наша пушка стоит, вот здесь вот наша пушка, а вот здесь вот вражеский, ну, я не знаю, домик там какой-нибудь стоит, вот, который надо разбомбить, а пушка на два километра. А вот здесь в окопе сидит наблюдатель с биноклем, и он туда смотрит и докладывает информацию. И вот пушка начала стрелять. Сначала, вот, они стрельнули вот сюда, то есть промазали, и как бы перелет. Этот докладывает, перелет. Потом пушка изменила угол наклона, стреляет, и вот попала вот сюда, тоже, этот говорит, недолет. Тогда пушка делает третий выстрел, и уже попадает точно вот сюда, потому что что происходило? Коррекция, доводка, примерно то же самое происходит в работе колориста. То есть, вроде бы, есть у нас правило 11, но в одном случае мы на одни волосы его, вот, нанесем строго по инструкции, и у нас получится, как бы, слишком сильно фиолетовый. Вроде все делали по инструкции, но произошло слишком сильно фиолетовый. Значит, мы будем понимать, что в следующий раз, когда мы будем эти же волосы красить в этот же оттенок, то мы возьмем поменьше микстона, понимаете? И, может быть, чуть-чуть другого микстона возьмем. Взяли слишком синего, а возьмем фиолетового и поменьше. И тогда у нас получится, например, недолет, а уже на третий раз мы покрасим хорошо. То есть, для артиллерии эта схема совершенно нормальная, профессиональная, уверяю вас, и для парикмахера это тоже. Это только так, в фантазиях и в чудесах бывает, что есть, якобы, какой-то мастер, который с первого раза все волосы красит в желаемый цвет, вот, все знает и попадает с первого раза. Если вы нормально на жизнь взгляните и поговорите с опытными, с такими-то мастерами, по честному слову, если они говорят, то они вам все скажут. Ну да, бывают там ситуации, что раз не попал, сразу ориентируешься, что-то делаешь и меняешь. И в этой ситуации, может быть, уже слишком длинный ролик, но я уже решил все рассказать. Вот, существует у меня такая таблица, да, потому что суть профессионализма как раз в том, чтобы вы не думали, что есть какая-то точная инструкция, а чтобы вы понимали, какая бы точная инструкция ни была, вы ее применяете, и у вас может получиться, что вы, например, в цвет попали. Да, вот эта клеточка, вы в цвет попали, и всем нравится, потому что клиент хотел, вы попали. А вот бывает, что не попали в цвет, да, и бывает, что не попали, и клиенту не нравится. Это тоже бывает. И вот этого все боятся, и думают, как если я в цвет не попаду, то ведь не понравится клиенту. Это тоже рассуждает вот такой новичок, и психологически ничего не стойкий такой мастер, невысокий профессионал, а профессионал высокого уровня знает, что бывает, что ты и не попадешь в цвет, а клиенту все равно нравится. Вы можете себе такую ситуацию представить? Ну, девочки кивали, да, бывает такое. Чисто житейская ситуация. Вот не попали, а клиент смотрит, говорит, слушай, все равно ничего, нормально. Я даже не ожидал, но ничего, смотри-ка, мне идет. И не важно, корректор вы или просто какие-то краски применяете. Еще одна ситуация бывает. Вот для новичков эта ситуация самая уже непонятная. Они не верят, что такое бывает. Они говорят, как это так, чтобы мы в цвет попали, в желаемый, а клиенту все равно не нравится. Типа, как это так, такого не бывает. Я говорю, знаете, бывает. Вот попали, все высушили один в один, как хотели, все корректоры просчитали, все. А клиент смотрит, клиент, как? В основном. Смотрит и говорит, не, мне не нравится. Ну, как не нравится, мы же так все попали, все, посмотри один в один цвет. Ну, я вижу, что цвет один в один, но видишь, мне не идет этот цвет. Почему ты меня не предупредил, как профессионал, что мне этот цвет вообще не к лицу и не подойдет? Девочки, такое тоже бывает. Чтобы вы это знали, как профессионал, что встречаются все четыре ситуации. И с одной стороны, конечно, мы должны вроде как попасть в цвет и применять для этого все инструкции, но с другой стороны, как профессионалы, мы должны быть готовы к тому, что может произойти любая из этих ситуаций. И готовы мы должны быть к этому психологически, чтобы знать в случае чего что говорить, и технически, чтобы знать, что делать. Ну, например, переусердствовали мы с микстоном, получилось слишком холодное, что мы должны технически суметь сделать? Взять быстренько какую-нибудь смывку, как-то приглушить, убрать этот оттенок. А если мы не добавили туда холодного микстона, у нас получился золотистый слишком, что мы должны сделать? Взять еще раз быстренько намешать микстону, ну, или там какой-нибудь с фиолетовым, и еще раз затонировать. Ну, например, как вариант. Вот понимаете эту ситуацию? Вот это я называю действительно профессиональный подход. То есть профессионализм, повторю, начинающий такой вот неопытный мастер думает, что профессионализм в том, чтобы, типа, поломать голову, а потом ему скажут, вот так делай, вот тебе точная инструкция. И он с этой точной инструкцией все делает, и у него получается, и вот типа в этом профессионализм. А опытный мастер знает, что инструкция-то есть, и разные продукты, и разные фирмы, одна чуть-чуть так, волосы разные. Как это будет действовать, я точно вот прямо до тютельки не знаю, но я готов к любой ситуации. И я, наверное, психологически начну клиенту еще заранее говорить, что, знаете, мы, конечно, добавим туда фиолетового, и посмотрим, как получится, чтобы потом уже точно знать. Мы все запишем, и будем точно знать наперед. Вот понимаете такой подход? Вот такой вот незамысловатый, я бы сказал, шутка, очень замысловатый, но, на мой взгляд, вот такой ответ должен быть на вопрос. Есть какая-нибудь точная инструкция? Нет ее? И еще такой совет. Вот если сомневаешься в двух каких-то действиях, то ты возьми, попробуй оба. И как бы решишь. Вот попробуй сначала от шестерки пять раз сделать, потом от восьмерки, и сама поймешь, и голову ломать не надо. И не надо думать, кто прав, Баженов там прав, или еще кто-то другой прав. Или эта инструкция права, или эта. Сама наработаешь свои инструкции, и еще сама со своими правилами будешь работать. Спасибо за внимание, тренируйтесь. Спасибо. Спасибо.